then i discovered punk rock в опле вида плясова брати гадюкина это была моя школа панковской эксцентрики на вечер и клуб там будут там 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 на нее еще как-то повлияло довольно сильно первый концерт звуков мук который состоялся в киеве по-моему это был 80 седьмой или восемьдесят восьмой год я был как раз таки в стадии хэви метал мне было где-то 13 или 14 лет и это было время первых таких рок-фестивалей и на фестивале рок-музыки где в общем-то все большинство групп были металлические или хард-роковая в киеве в доме торговли вдруг на сцену вышла гор группа звуки полный зал от вишняка челюстей. Этника на уровне скоморошества. То есть вот тот образ, который у Тарковского появляется в Андрея Рублёве, по-моему. Ролан Быков. В общем, пошло совершенно другая новая струя в Киеве, я помню. И все, кто раньше обменивался кассетами Slayer, Exciter, Metallica. Стали начали обмениваться P.I.L. and Devoe and Joy Division. Для меня самый яркий момент киевского андерграунда был, это когда во все это созвездие братья Гадюкины, вопли Ведоплясова, коллегская сестра, вдруг еще приехал и Соня Кьюз. Терстен Мур мне сто раз всегда говорит при каждой встрече, что концерт в Киеве был, это единственный концерт, который они считали для них, который себя оправдал по встрече, по реакции аудитории. So that was basically peak, переломный peak, именно art, punk, эстетики. И вообще этот концерт, я думаю, он просто изменил мировоззрение всех, кто на нем был. Меня в первую очередь, потому что мы как раз в это время записывали альбом моей киевской группы «Уксусник». Я, Вадик и два человека из коллегского асессора и Виталия Гаранжа. Просто пол альбома этого концерта звучит как «Уксусник». Вторая половина этого альбома просто звучит как «Соня Кьюз». Потому что во время записи мы сходили на этот концерт. Мы были просто, как «Нок-аут». АААА! ИНТРИГУЮЩЩИЯ!